На банкноте с одной стороны изображен Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, а с другой стороны Космодром Восточный в Амурской области. Новая купюра номиналом в 2000 рублей пополнит кошельки россиян. Особую гордость испытали жители Дальнего Востока. Мост через пролив и космодром стали символами купюры по результатам народного голосования в прошлом году. Второе место занял Севастополь. Его достопримечательности разместились на купюре в 200 рублей. На банкноте с одной стороны изображен вид на Херсонес Таврический, а с другой стороны памятник затопленным кораблям в Севастополе. Презентовали новые купюры председатель Центробанка Эльвира Набиулина и генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук. Вышли напрямую связь из Москвы с городами-победителями Владивостоком и Севастополем. Разбавил серьезный настрой и поднял настроение вопросы с приморской столицы от писателя и журналиста новой газеты Василия Авченко про символичную связь песни группы «Мумитроль» с банкнотой. Василий Авченко, новая газета «Владивостоке». Скажите, пожалуйста, какую роль в появлении купюры номиналом 2000 рублей сыграла песня группы «Мумитроль» «Владивосток-2000»? Действительно, был живой очень конкурс, и много людей голосовали, и пели, и картины рисовали. Для нас было очень важно голосование. Итоги голосования подвели в прошлом октябре, и вот спустя год купюры запустили в массовый оборот. Первыми 2000 рублей и 200 рублей получат Дальний Восток и Крым, а также вместе с ними Москва. Основой материала новых купюр стал пластик из специального субстрата, а не привычная бумага. Технология непроста, но этот материал более долговечный и современный. Яркие цвета, мировая тенденция, а элементы для слепых и слабовидящих, а также защитные нити с повторяющимся изображением рубля, трудны для поделки, как никакие другие. Главной целью, которую мы ставили перед собой, сделать банкноты по-настоящему современными, красивыми, и предложить тот подход к дизайну и к стилю банкнот, который потом может быть положен в основу модернизации других номиналов. Еще из новшеств ГЕР проси вместо привычной эмблемы Центробанка масса защитных элементов, вроде перелива цифр радужным спектром, а также QR-код на каждой купюре. Пока не решен вопрос с банкоматами. Оборудование готовится, тесты проходили на образцах с таким же номиналом. Окончательная настройка банкоматов по всей стране произойдет в декабре, к концу этого года. На наш взгляд, скорее будет сокращаться использование номиналов 100 рублей и 1000 рублей. Но это будет зависеть от того, еще раз, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск оборот тот или иной номинал. Мы смотрим, как люди пользуются этим. По словам экспертов, 2000 рублей и 200 рублей признаны официально. Банкнотами уже можно расплачиваться за покупки. А все желающие смогут увидеть новые купюры уже в эту субботу, 14 октября в городском отделении Центробанка на Светландской, 71, в день открытых дверей. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.